Все люди очень эгоистичны по природе, все до одного. Вы просто это увидели в себе, это большая победа. Большинство людей вообще в себе этого не видят, они думают, ну какой я эгоист, я вообще самый лучший человек на свете. Особенно, когда тебя хвалят постоянно, Олег Геннадьевич, спасибо вам за все, каждые пять секунд. Конечно, я такой хороший человек, без окраин сомнения. Мы эгоисты по природе, эгоцентричны мы по природе своей, надо за собой наблюдать в этом плане, следить. Если ты видишь, что тебя это начинает расти, успокой себя в этом плане, не давая себе возможности в этом плане развиваться. Потому что эгоизм разрушает жизнь человека. Чем больше человек себя показывает, тем меньше он показываем. Ну, то есть, когда человек пытается себя показать, это всегда неприятно. Это всегда неприятно. Поэтому нормально, что вы себе это заметили. Это хорошо. Не надо себя за это обвинять. А то вы перестанете замечать просто и все. Я понял, сейчас я вам расскажу. Я понял, в чем вы меня, в чем вопрос. Я сейчас вам расскажу. У каждого человека внутри есть огромное поле работы над собой. Огромное. Оно страшное по своей природе, это поле работы. Поэтому люди боятся туда смотреть. Когда человек начинает молиться, у него взгляд внутрь обращаться начинает. Внутрь. В результате этого он пугается. Он начинает видеть свою судьбу. А это означает судьба. Вот это работа над собой. То, что вы увидели. Это энергия судьбы. Начинает видеть свою судьбу. И пугается. Вы сейчас просто испугались свою судьбу. Ну, поймите, что просто вы увидели то, что вам рано видеть. И все. Рановато вам видеть внутри себя. Вы боитесь этого всего. Когда человек что-то видит, он должен с этим что-то делать. Правда? Вы не готовы молитвой побеждать все, что у вас внутри. Что делать? Вот что делать я буду в течение всей лекции вам напоминать, говорить. Потому что метод, который дает возможность сделать что-то правильно, этот метод основан всегда на том, что человек должен в победе над собой опираться не на себя. И поэтому мы во время нашей, в конце нашей беседы будем слушать азан, молитву и учиться опираться на того, кто молится. Даже если человек молится слабее, чем ты, все равно, когда мы опираемся на кого-то, мы опираемся таким образом на Бога. Это два варианта сознания. Или я сам пытаюсь побеждать судьбу и страдаю, или я побеждаю с кем-то. Понимаете? Вот эта способность побеждать с кем-то является ключевым моментом понимания себя как личности. Потому что человек душа, а душа, она не наполненная, а наполняемая. Она как искра должна идти к солнцу. Так и человек, который опирается на тех, кто молится, на святых людей, на людей духовно развитых, на священное писание. Когда человек не на себя опирается. Вот вы когда молитесь и видите грехи в себе, в этот момент вы опираетесь сами на себя. И думаете, что мне с этим делать? Вам не надо с этим ничего делать. В это время вспомните того, кто молится рядом с вами. Пускай звук какой-то звучит. Или своего наставника вспомните. И когда вы вспомните, память о святости придет в ваше сердце. Вы увидите, что вы сильнее вот этого, того, что вы там увидели внутри. Я каждый день этим занимаюсь. Продолжение следует...